Привет! Сегодня 16 ноября 2024 года. В Калгаре солнечно, как всегда. И сегодня я решил посвятить мою прогулку ценам в Канаде. Иду в магазин, как всегда, занавариваться. Но я не буду говорить, сколько я могу купить на свою пенсию, и не буду называть суммы, и позже покажу только цены. Значит, пенсия такая, что после уплаты квартирных всяких, ЖКХ-услуг и так далее, страховок, на жизнь остается на продукты питания, где-то в районе 70 долларов в день. Много, это мало, не знаю, я покажу вам цены, и вы сразу решите. Итак, намотали на ус. 70-80 долларов в день это на продукты питания. Ну, учитывая то, что уже вся мебель куплена, одежда тоже, лишних затрат не надо. Пойдем посмотрим. Итак, жить не хлеб, который я беру. Вот стоимость одной буханки. Кусочек сыра швейцарского где-то около 250-300 грамм. Вот это цена. Если берешь две, то сегодня у цинка будет по 4,49. Другие дни 5,99. Тут молочная продукция стоит. Вот литровые сначала, двухпроцентное молоко литровое. И цена у него, вот такая за пачечку. Вот. Если уже побольше пакеты, сейчас найду их. Вот это цена двухлитровых пакетов. А тут уже, тут уже четырехлитровые. Все показывать не буду, но если три с половиной процента жирности или чуть выше, то и цена, соответственно, повыше. Дюжина яиц. Сегодня на уценке, вон, 4 с копейками. Но это разные, они разных видов бывают. А так они обычно 7, если не на уценку. Дюжина 12 штук. Ну, на гранатуре, видите, вы имеете представление. Базовую продукцию. Тут пиццы стоят. Сегодня уценка 4 с копейками со мной. А так они обычно 7 пачка. От 300 до полкилограмма. Побольше уже, подороже будем. А тут уже гамбургеры разные пошли. Всякая ерунда. Базовую, значит, за продукцию буду показывать. Среднины. Тут показана цена за фунт. Сегодня уценка. Выходной день. Много народа. Что-то уже разобрали за 4 с копейками. Тут внизу, вон, такие лежат. Полин, двицы или хрена, знаю, что такое. Это тоже за фунт. Все за фунт. 3 с копейками. Значит, килограмм будет было во всем этом. 4 с копейками килограмм в десятки пойдет. Ну, в таком духе. Тут уже говядина пошла. Я бы интересуюся. Колбаса где-то по 350-500 грамм от этой цены. Тут уже не у фунтов, а за пачку. Ну, приблизительно так. Бульба сегодня дешевая. Это 8,99 за 10 фунтов. Ну, это приблизительно около 5 килограммов. Такие мишки. Много разных сортов. Но тут такие. Это уже у два раза меньше. По где-то около 2,5 килограммов. Чем меньше упаковка, тем по себестоимости дороже получается. Цебуля. Где-то 2 фунта. Пишу, не шоу. Вот сколько. За упаковку 2 фунта. Это огурцы. Вот такой вот. Называется английский кукумбар. Английский огурец. За 1 плоти 6. Это 1 огурец. Дешево сегодня. Бывает дороже. Тут помидоры. Это уже фунт. Фунт помидоров. Целая упаковка. Несколько розов. Три что ли. За 3 платишь 6,49. 3 фунта апельсина. Вон сколько стоит упаковка. За 3 фунта. А так, если на развеску 5. 20 копейки. За фунт. Не сын. Сегодня буду показывать. Ну, ананас. Сегодня у меня ценка. Если я покажу, а цена эта. Ценка сегодня стоит. 4,99. 1. Не дорого. На 70 долларов день. Это капуста за фунт. Тут разные все. Капуста и салаты. Вон груши за фунт. Эти. Вон сколько. Вас, наверное, дешевле, конечно. А сегодня уценка на эти. Ну, они твердые, зараза. Лена любит груши. Капуста будет еще купить. Вот эти мягкие, хорошие. Эти. Вон сколько. За фунт. Виноград. Сегодня немного уценка. Вот этот сорт стоит за фунт стока. Этот сорт стоит за фунт стока. А этот за фунт стока. Ну, тут много их. Разные. Вон они пошли, пошли, пошли. Крупники. Все не буду показывать. Да, вон бананы. Самый ходовой такой дешевый продукт. Они у нас за один фунт 79 центов. А это уже биологические. Биологические фунт упаковка. Было в 19. Тут огурцы мелкие. Вон все тоже на уценке. Три там штук и там штук пять. Маленькие упаковки. Маленькие огурчики. Это яблоки из людских огородов. Два с копейками фунт. Поблизости фермеры сдают. Вот эти, которые в рассыпную. Сам башишь. Они намного дешевле, чем упаковки. Откуда-то привезены. Вот это что-то разобрали. По 90 центов. Были всего яблоки. Двозь. По-моему, Макин тоже какой-нибудь дом. Вот. А эти тоже два с копейками. С огородов которые. А там уже подороже пошли. Которые уже такие. Вот. Это уже не с огородов. Откуда-то привезены. Ну и вот. Люди. Да. Кстати, о заработках. Вот люди работают. Видишь, за прилавком стоит кто-то. Вот вы приезжаете в Канаду. Вы не будете получать 70 долларов в день на еду. У вас будет зарплата, как у них. Это значит, не слишком развитый англичский. Так. Принеси, подай. Передай. Все такое. Безиковое. Такое. Базовое. Значится. Базовое. Знание. Заткнулся. А то люди мимо проходи. Могут по чуть. Вот. Вы будете получать где-то чистыми вас, если вы холостяк или что, в долог будете платить. Вот. Чистыми получится у вас где-то 1700-1800 с вашей начальной зарплаты. При учете того, что в Калагере квартира на одного человека однокомнатная стоит сейчас в среднем 2000 в месяц, то вам ничего не остается. Вам еще надо вторую работу занимать, хотя бы на неполное время, чтобы сводить в конце концами. Если у вас удастся найти какого-нибудь товарища по комнате, чтобы на двоих делить квартиру, разрешается до двух человек с одной спальней, однополые или с подругой, то вы будете платить половину-полнаполовину с ним и кое-как жить. Вот. У вас получится чего там. Ну, по тысяче сдаете и у вас остается 800 долларов как бы на прожитье. 800 долларов на прожитье, что это такое? Значит, платить за интернет надо, платить за зубных врачей, платить за одежду, за еду. Учитывая то, что на еду человеку надо, ну, по крайней мере, 1000 долларов, 700, 700, тоже можно прожить хорошо даже. В месяц то у вас и на еду не будет хватать, ни на что не будет хватать. А еще вы хотите машины иметь, платить там всякие такие экстры, как сотовый телефон, просто телефон, интернет, как я уже сказал, телевидение, то свести концы с концами очень и очень трудно. Деньги приходят с годами, с опытом жизни в Канаде. Если вы с инженерным образованием приедете, вас не поставят на сразу такую ставку, как вы получали в пропорции дома. Вас поставят на начальную. Или за учетом того, что у вас нет канадского опыта, все лет пять надо поработать, на нижеоплачиваемые должности, чтобы свыкнуться с коллективом, психология другая. Они очень боятся пришельца, который будет там конфликтовать, возражать. Не то, что несправедливо возражать. Справедливо, но тут так не принято. Возражать тут по-другому, очень вежливо надо говорить. Если, допустим, ты придешь, начальник скажешь, эй, ты так не должен делать. Или это так у нас не принято. Это грубо. Вас выгонят с работы, если вы так пусть говорите. Вам надо сказать, знаете что, а я однажды попробовал вот таким образом это делать. И знаете, мне получилось быстрее. Давайте попробуем. Ну, типа такого. У меня увлекся уже, цены перестал показывать. Конфеты тут начались. Сейчас это более существенный. Кофейный отдел. Крутих много разных, видимо, еще не буду пока. Тут круглый банк. Круглый банк, вот есть хорошие. Они около килограмма весом. Ну, вот их цены вот такие за банку. Проблизительные. Такие вот. Такие вот. Это уже поменьше упаковки. Вот. Это такие вот. Это уже по граммам 300, что ли. Это, по-другому, потому что тут много их садов, всякие садов, всякие садов, всякие. До хрена чего тут я. Ну, вот. Чтобы видео не получилось слишком длинным, то, может, и хватит на сегодня. Потом другую часть сделаю какой-нибудь. Мне бесплатно, если делаешь видео на YouTube, то до 15 минут в день. Вместе со всех осколков, если составишь, чтобы не больше 15 минут. Если больше, то уже треба платить. Ай, не хочешь платить. Я там кое-где на немецкий язык перегожу. Это в случае, если рядом слышу украинскую речь или что-нибудь в этом духе. Чтобы не поняли. Попробую сам себе зловить. Спасибо за просмотр. С вами был Пусих Главов.